Эдуард Успенский Дядя Фёдор Пёс и кот Читает Павел Беседин Часть первая Приезд Простоквашина Глава первая Дядя Фёдор У одних родителей мальчик был Звали его Дядя Фёдор Потому что он был очень серьёзный И самостоятельный Он в четыре года Читать научился А в шесть уже сам себе суп варил В общем Он был очень хороший мальчик И родители были хорошие Папа и мама И всё было бы хорошо Только мама Его зверей не любила Особенно всяких кошек А дядя Фёдор зверей любил И у него с мамой Всегда были разные споры А однажды было так Идёт себе дядя Фёдор По лестнице И бутерброд ест Видит На окне кот сидит Большой Прибольшой Полосатый Кот говорит Дядя Фёдору Неправильно ты Дядя Фёдор Бутерброд ешь Ты его колбасой Кверху держишь А его надо Колбасой на язык класть Тогда вкуснее получится Дядя Фёдор Попробовал Так и вправду вкуснее Он кота угостил И спрашивает А откуда ты знаешь Что меня Дядей Фёдором звать Кот отвечает Я в нашем доме Всех знаю Я на чердаке живу И мне всё видно Кто хороший И кто плохой Только сейчас Мой чердак Ремонтируют И мне жить негде А потом И вовсе могут Дверь запереть А кто тебя Разговаривать Научил Спрашивает Дядя Фёдор Да так Говорит кот Где слово Запомнишь Где два А потом Я у профессора Одного жил Который Язык зверей изучал Вот и выучился Сейчас Без языка Нельзя Пропадёшь Сразу Или из тебя Шапку сделают Или воротник Или просто Коврик для ног Дядя Фёдор Говорит Пошли ко мне жить Кот сомневается Мама твоя Меня выгонит Ничего не выгонит Может Папа заступится И пошли Они к дяде Фёдору Кот поел И весь день Под диваном Спал Как барин А вечером Папа с мамой Пришли Мама как вошла Сразу Сразу И сказала Что-то у нас Кошачьим духом Пахнет Не иначе Как дядя Фёдор Кота притащил А папа сказал Ну и что Подумаешь Кот Один кот Нам не помешает Мама говорит Тебе не помешает А мне помешает Чем он тебе помешает Тем Отвечает мама Ну ты вот сам подумай Какая от этого кота Польза Папа говорит Почему Обязательно Польза Вот какая польза От этой картины На стене От этой картины На стене Говорит мама Очень большая Польза Она Дырку на обоях Заграживает Ну и что Не соглашается Папа И от кота Будет польза Мы его На собаку Выучим Будет у нас Сторожевой кот Будет дом охранять Не лает Не кусает А в дом Не пускает Мама даже Рассердилась Вечно ты Со своими Фантазиями Ты мне Сына Испортил Ну вот что Если тебе Этот кот Так нравится Выбирай Или он Или я Папа Сначала На маму Посмотрел Потом на кота Потом опять На маму И опять На кота Я Говорит Тебя выбираю Я с тобой Я с тобой уже давно знаком А этого кота В первый раз вижу А ты Дядя Федор Кого выбираешь? Спрашивает мама И А Никого Отвечает мальчик Только если вы кота Прогоните Я тоже от вас Уйду Это Это ты Как Хочешь Говорит мама Только Чтобы Кота Завтра Не было Она Конечно Не верила Что дядя Федор Из дома Уйдет И папа Не верил Они думали Что он Просто так Говорит А он Серьезно Говорил Он С вечера Сложил В рюкзак Все Что надо И ножик Перочинный И куртку Теплую И фонарик Взял Взял все Деньги Которые На аквариум Копил И приготовил Сумку Для кота Кот Как раз В этой сумке Помещался Только усы Наружу Торчали И лег спать Утром Папа с мамой На работу Ушли Дядя Федор Проснулся Свалил себе Каши Позавтракал С котом И стал Письмо писать Дорогие Мои родители Папа и мама Я вас Очень люблю И зверей Я очень люблю И этого кота Тоже И вы мне Не разрешаете Его заводить Велите Из дома Прогнать А это Неправильно Я уезжаю В деревню И буду там Жить Вы За меня Не беспокойтесь Я не пропаду Я все Умею делать И буду вам Писать А в школу Мне еще не скоро Только на Будущий год До свидания Ваш сын Дядя Федор Он положил Это письмо В свой Собственный Почтовый Ящик Взял Рюкзак И кота В сумке И пошел На автобусную Остановку Глава Вторая Деревня Дядя Федор Мне все Мне все это Не нравится Я хочу Фамилию Иметь Какую Какую-нибудь Серьезную Морскую Фамилию Я же Из морских Котов Из корабельных У меня И бабушка И дедушка На кораблях Плавали С матросами И меня И матросы И матросы Тоже У них Тельняшки Такие И кот Согласился Мне нравится Такая фамилия Матроскин И морская И серьезная Он так Обрадовался Что у него Теперь фамилия Есть Что даже Заулыбался От радости Он поглубже В сумку Залез И стал Свою фамилию Примерять Позовите Пожалуйста Кота Матроскина К телефону Кот Матроскин Подойти К телефону Не может Он очень занят Он на печи Лежит И чем больше Он примерял Тем больше Ему нравилось Он из сумки Высунулся И говорит Очень мне нравится Фамилия у меня Недразнительная Не то Что например Иванов Или там Петров Дядя Федор Спрашивает Чем это Они Дразнительные А тем Что всегда Можно говорить Иванов Бештанов Петров Бездров А про Матроскина Ничего Такого Не скажешь Тут Автобус Остановился Они В деревню Приехали Деревня Красивая Кругом Лес Поля И речка Недалеко Ветер Дует Такой Теплый И комаров Нет И народу В деревне Очень мало Живет Дядя Федор Увидел Одного Старика И спрашивает Нет ли У вас Тут Домика Личнего Пустого Чтобы там Жить можно было Старик Говорит Да сколько Хочешь У нас За рекой Новый дом Построили Пятиэтажный Как в городе Так пол Деревни Туда Переехала А свои Дома Оставили И огороды И даже Кур Кое-где Выбирай себе Любой И живи И пошли Хорошая нищий собачий составлял. И корова пастухачий тоже. А бабушка теперь уже не с веником. Ей пылесос купили. Все равно это мой профессор, говорит кот. А где же он сейчас, спрашивает мальчик. Он в Африку уехал, в командировку. Язык слонов изучать. А я с бабушкой остался. Только мы с ней характерами не сошлись. Я люблю, когда у человека характер веселый. Колбасно-угощательный. А у нее наоборот. Тяжелый характер. Веника выгонятельный. Это точно. Поддержал кот. И характер тяжелый, и веник. Тоже. Ну что, возьмете меня к себе жить? Спрашивает пес. Или мне потом прибегать? Через год возьмем, отвечает дядя Федор. Втроем веселее. Как тебя зовут? Шарик, говорит пес. Я из простых собак. Не из породистых. А меня дядя Федор зовут. А кота Матроскин. Это фамилия такая. Очень приятно. Говорит Шарик и кланяется. Сразу видно, что он воспитанный из хорошей семьи пес. Только запущенный. Но кот все равно недоволен. Но кот все равно недоволен. Он у Шарика спрашивает. Что ты делать умеешь? Просто дом сторожить? И замок тоже? Я могу картошку окучивать задними лапами и посуду мыть, языком облизывать. И места мне не надо. Я могу на улице спать. Очень он боялся, что его не возьмут. А дядя Федор сказал. Сейчас будем дом выбирать. Пусть каждый по деревне пройдет и посмотрит. А потом мы решим, чей дом лучше. И стали они смотреть. Каждый ходил, выбирал, что ему больше нравится. А потом они снова встретились. Кот говорит. Я такой дом нашел. Весь проконопаченный. И печка там теплая. На полкухни. Пошли туда жить. Шарик как засмеется. Шо твоя печка? Чепуха. Разве это в доме главное? Вот я дом нашел. Это дом. Там такая будка собачья. Загляденье. Никакого дома не надо. Все мы в будке поместимся. Дядя Федор говорит. Не о том вы оба думаете. Надо, чтобы в доме телевизор был обязательно. И окна большие. Я как раз и нашел такой дом. Крыша красная. И сад с огородом есть. Пошли его смотреть. И пошли они смотреть. Как только подошли, Шарик кричит. Это же мой дом. Я про эту будку говорил. И печка моя, говорит кот. Я о такой печке всю свою жизнь мечтал. Когда холодно было. Вот и хорошо, сказал дядя Федор. Мы, наверное, и в самом деле лучший дом выбрали. Осмотрели они дом и обрадовались. Все в доме было. И печка, и кровати, и занавесочки на окнах, и радио, и телевизор в углу. Правда, старенький. И котелки разные на кухне были. И в огороде все было посажено. И картошка, и капуста. Только все запущено было. Не прополото. А в сарае удочка была. Дядя Федор взял удочку. И пошел рыбу ловить. А кот с Шариком. Печку истопили. И воды принесли. Потом они поели. Радио послушали. И спать легли. И очень им в этом доме понравилось. Глава третья. Новые заботы. На другое утро дядя Федор, пес и кот дом в порядок приводили. Паутину сметали. Мусор выносили. Печку чистили. Особенно кот старался. Он чистоту любил. Он с тряпкой на все шкафы, под все диваны залезал. Дом и так был не очень грязненький. А тут совсем заблестел. А от Шарика пользы мало было. Он только носился, лаял от радости и чихал во все углы. Дядя Федор не выдержал и послал его в огород. Картошку окучивать. И пес так заработал, что только земля летала во все стороны. Весь день они так трудились. И морковь пропололи, и капусту. Ведь они сюда жить приехали, а не в игрушки играть. А потом они мыться на речку отправились. И главное шарика купать. Уж больно ты у нас запущенный. Говорит дядя Федор. Придется тебе отмыться как следует. Я бы рад, отвечает пес. Только мне помощь нужна. Я один не могу. У меня мыло из зубов выскакивает. А без мыла что за мытье? Так, намокание. Он в воду залезал. А дядя Федор его намыливал. И шерсть расчесывал. А кот по берегу ходил. И все грустил о разных океанах. Он же был морской кот. Просто он воды боялся. Потом они домой пошли по тропинке под солнышком. А навстречу им какой-то дядя бежит. Румяный такой, шапки. Лет пятидесяти с хвостиком. Это не дядя с хвостиком. А возраст у него с хвостиком. Значит ему пятьдесят лет и еще чуть-чуть. Остановился дядя и спрашивает. А ты мальчик чей? Ты откуда к нам в деревню попался? Дядя Федор отвечает. Я ничей. Я сам по себе мальчик. Свой собственный. Я из города приехал. Гражданин шапки удивился ужасно. И говорит. Так не бывает. Чтобы дети сами по себе были свои собственные. Дети обязательно чьи-нибудь. Это почему не бывает? Рассердился Матроскин. Я, например, кот. Сам по себе кот. Свой собственный. И я свой собственный. Говорит Шарик. Дядя совсем растерялся. Видит, тут и собаки разговаривают. И коты. Что-то необычное здесь. Значит непорядок. Да к тому же дядя Федор сам наступать начал. А вы почему спрашиваете? Вы случайно не из милиции? Не. Я не из милиции. Отвечает дядя. Я из почты. Я почтальон тутошний. Печкин. Поэтому я все должен знать. Чтобы письма разносить и газеты. Вы, например, что вы писаете? Я буду мурзилку уписывать. Говорит дядя Федор. А я что-нибудь про охоту. Говорит Шарик. А вы? Спрашивает дядя у кота. А я ничего не буду. Отвечает кот. Я экономить буду. Глава четвертая. Клад. Однажды кот говорит. Что это мы все без молока и без молока. Так и умереть можно. Надо бы корову купить. Надо бы. Соглашается дядя Федор. Да где денег взять? Может занять? Предлагает пес у соседей. А чем отдавать будем? Спрашивает кот. Отдавать-то надо? Отдавать будем молоком. Но кот не согласен. Если молоко отдавать, зачем же это? Да корова. Значит, надо что-нибудь продать. Говорит Шарик. А что? Что-нибудь ненужное. Чтобы продать что-нибудь ненужное, сердится кот. Надо сначала купить что-нибудь ненужное. А у нас денег нет. Тут он на пса посмотрел и говорит. А давай, Шарик, мы тебя продадим. Шарик даже на месте подпрыгнул. Это как меня? А так? Ты у нас ухоженный стал, красивый. За тебя любой охотник сто рублей даст. И еще больше. А потом ты от него убежишь и снова к нам. А мы уже с коровой. Да, кричит Шарик. А если меня на цепь посадят? Давай, кот, мы лучше тебя продадим. Ты у нас тоже ухоженный. Вон ты какой толстый сделался. А котов на цепь не сажают. Тут дядя Федор вмешался. Никого мы продавать не будем. Мы пойдем клад искать. Ура! Кричит Шарик. Давно пора. А сам потихоньку у кота спрашивает. А что такое склад? Не склад, а клад. Отвечает кот. Это деньги такие, сокровища, которые люди в землю спрятали. Разбойники всякие. А зачем? А зачем ты косточки в саду закапываешь и под печку суешь? Я? Про запас. Вот и они про запас. Пес сразу все понял и решил кости перепрятать, чтобы кот про них ничего не знал. И пошли они клад искать. Кот говорит, никак это я сам не додумался про клад. Ведь мы теперь и корову купим, и в огороде можем не работать. Мы все можем на рынке покупать. И в магазине, говорит Шарик, мясо лучшее в магазине покупать. Почему? Там костей больше. И тут они на одно место пришли, в лесу. Там была большая гора земляная, а в горе пещера была. В ней когда-то разбойники жили. И дядя Федор стал копать. А пес и кот уселись рядом на камушке. Пес спрашивает, а почему ты, дядя Федор, в городе клад не искал? Дядя Федор говорит, чудак ты, кто же в городе клады ищет? Там и копать нельзя, асфальт везде. А здесь вон какая земля мягкая, один песок. Здесь мы в два счета клад найдем и корову купим. Пес говорит, а давайте, когда мы клад найдем, мы его на три части поделим. Почему? Спрашивает кот. Потому что мне корова не нужна. Я молоко что-то не люблю. Я себе буду колбасу в магазине покупать. Да и я молоко что-то не очень люблю, говорит дядя Федор. Вот если бы корова квас давала или лимонад. А мне одному денег на корову не хватит, спорит пес. В хозяйстве корова нужна. Что это за хозяйство без коровы? Ну и что, говорит Шарик, не обязательно большую корову покупать. Ты купи маленькую. Есть такие специальные коровы для котов. Козы называются. И тут у дяди Федора лопата как звякнет обо что-то. А это сундук окованный. А в нем всякие сокровища. И монеты старинные. И камни драгоценные. Взяли они этот сундук и домой пошли. А навстречу им почтальон Печкин спешит. Что это ты, мальчик, в сундуке несешь? Кот Матроскин хитрый. Он говорит. Это мы за грибами ходили. Но Печкина тоже непросто. А сундук для чего? Для грибов. Мы в нем грибы засаливаем. Прямо в лесу. Ясно вам? Конечно, ясно. Чего ж тут не ясного? Говорит Печкин. А самому ничего не ясно. Ведь за грибами-то с корзинками ходят. А тут на тебе сундуком. Они бы еще с чемоданом пошли. Но все-таки Печкин отстал. А они уже домой пришли. Посмотрели. Очень много денег в сундуке. Не только корову. Целое стадо можно купить вместе с быком. И они решили, что каждый себе подарок сделает. Что хочет, то и купит. Глава пятая. Первая покупка. Папа с мамой очень горевали, что дядя Федор пропал. Это ты виноват, говорила мама. Все ему разрешаешь. Он и избаловался. Просто он зверей любит. Объяснял папа. Вот и ушел с котом. А ты бы его к технике приучал. Купил бы ему конструктор или пылесос, чтобы он делом занимался. Но папа не согласен. Кот он живой. С ним и играть можно. И на улице гулять. А конструктор будет тебе за бумажкой прыгать. Или можно, например, пылесос на веревочку водить. Ему не игрушка. Ему товарищ нужен. Не знаю, что ему там нужно, говорит мама. Только все дети, как дети, сидят себе в углу. И из желудей человечков делают. Посмотришь, и сердце радуется. У тебя радуется. А у меня не радуется. Надо, чтобы в доме и собаки были, и кошки, и приятели целый мешок. И всякие там жмурки, пряталки. Вот тогда дети и не станут пропадать. Тогда родители пропадать начнут. Говорит мама. Точно пропадать. Потому что я без того на работу и так устаю на работе. У меня еле-еле сил хватает телевизор смотреть. И вообще, ты мне свои глупости не говори. Ты лучше скажи, как нам мальчика разыскать. Папа думал, думал, а потом сказал. Надо заметку в газете напечатать, что пропал мальчик. Зовут дядя Федор. И все его приметы описать. Если кто увидит, пусть нам сообщит. Так они и сделали. Написали заметку. Рассказали, как дядя Федор выглядит. Сколько ему лет. И что у него спереди волосы торчком. Как будто корова его лизала. И обещали премию тому, кто его найдет. И отнесли заметку в самую интересную газету. У которой больше всего читателей. А дядя Федор ничего этого не знал. Он в деревне жил. Он на другое утро спрашивает у кота. Слушай, кот, как ты раньше жил? Кот говорит, плохо жил. Хуже некуда. Я больше так не хочу. А ты, Шарик, как жил? Нормально жил. Серединка наполовинку. Когда покормят, хорошо жил. Когда не покормят, плохо. И я тоже нормально жил. Серединка наполовинку. Говорит дядя Федор. Только теперь мы будем по-другому жить. Мы будем жить счастливо. Вот тебе, Матроскин. Что нужно для счастья, скажи? Корова нужна. Ну и хорошо. Покупай себе корову. А еще лучше. На прокат возьми. Чтобы сначала попробовать. Кот подумал и сказал. Это мысль правильная. Корову на прокат взять. А потом, если нам жить с коровой понравится, мы ее навсегда купим. А дядя Федору Шарика спрашивает. А тебе что для счастья нужно? Ружье нужно. Говорит Шарик. Буду я сам с собой на охоту ходить. Ладно, говорит дядя Федор. Будет тебе ружье. А мне еще ошейник нужен с медалями. Кличит пес. И сумка охотничья. Вот дает. Говорит Матроскин. Да ты нас так разоришь совсем. Никаких от тебя доходов нет. Расходы одни. А ты, дядя Федор, что себе сам покупать хочешь? А мне самому, говорит дядя Федор, велосипед нужен. Мне его в городе не разрешали заводить. Там машин много. А здесь я могу кататься сколько хочешь. По деревне и по полям. Туда-сюда. Сюда-туда. Но кот не согласен. Ты, дядя Федор, только о себе и думаешь. Ты, значит, будешь по деревне кататься, а мы сзади будем. Пешком бегать. Туда-сюда. Сюда-туда. Нет. Не об этом я всю жизнь мечтал. Не нужен нам твой велосипед. А ты мотоцикл купи. Предлагает пес. Как мы трах-тарарах-рах по деревне. Все собаки умрут от зависти. Дядя Федор, так, как представил себе этот трах-тарарах-рах, так ему сразу весело стало. А кот кричит. Ни о чем-то вы не думаете. Вам лишь бы деньги истратить. А если дождь или мороз, к примеру. Мы же попростужаемся все. Позаболеем. А я, может, только жить начал. Корову купить собираюсь. Нет. Мотоцикл – это не машина. Не нужно мне вашего трах-тарараха. И не уговаривайте. Шарик подумал-подумал. И согласился с ним. Да. Мотоцикл – это не машина. Это он прав. Не будем мы его покупать. Ни за что. Мы лучше машину купим. Какую еще машину? Обыкновенную. Легковую. Говорит пес. Ведь машина-то. А-а-а. Это машина. Ну и что? Кричит кот. Может, где-нибудь машина – это машина. Только не в нашей области. У нас дороги такие. А если она застрянет в лесу, придется ее трактором вытаскивать. Вы уж и трактор заодно покупайте. А что? Кричит пес. Правильно он говорит. Покупай. Дядя Федор – трактор. Дядя Федор на кота посмотрел. А кот молчит. А что ему говорить? Он лапой махнул. «Покупайте хоть комбайн, мне все равно, раз вы меня не слушаете». Взял кот деньги и пошел за коровой. А дядя Федор на почту пошел письмо писать на завод, чтобы ему трактор высунули. Он написал такое письмо. «Здравствуйте, уважаемые те, кто делают трактора. Пришлите мне, пожалуйста, трактор. Только не совсем настоящий и не совсем игрушечный. И чтоб бензина ему надо было поменьше, а ездил он быстрее. И чтоб он был веселый и от дождя закрытый. А деньги я вам высылаю, сто рублей. Если у вас останутся лишние, пришлите обратно. С уважением, дядя Федор, мальчик. Дядя Федор, мальчик. А через некоторое время домой Матроскин является. И корову на веревочке ведет. Он ее на прокат взял в сельском бюро обслуживания. Корова рыжая, мордастая и важная такая. Ну, просто профессор с рогами. Только очков не хватает. И кот тоже заважничал. Это, говорит, моя корова. Я ее Муркой назову в честь бабушки. Вот она какая красивая. Последняя была. Никто ее брать не хотел. А я взял. Очень она мне понравилась. А если еще больше понравится, я ее насовсем куплю. Так можно делать. Достал он косу и пошел сено на зиму запасать. А корова к окну подошла. На окне занавесочки были. Она взяла и все занавесочки съела. И все цветы, которые в горшках стояли. Пес увидел и говорит. Ты что это делаешь? Ты что это цветы ешь? И занавески. Может, ты больная или как? Может, тебе температуру смерить? Градусник поставить? Корова смотрит на него так, будто все поняла. А потом как сунется в окно? Как вытащит из дома новую скатерть? И давай жевать. Шарик даже в обморок упал от удивления. Потом скачал из обморока. И за другой конец скатерти ухватился. Не дает корове жевать. Он к себе тянет, а корова к себе. И никто из них рта раскрыть не может, чтобы скатерть не потерять. А тут дядя Федор идет из магазина с покупками. Коту он матроску купил, а шарику ошейник с медалями. Что это вы за игру затеяли? С новой скатертью кричит. Тоже мне клуб веселых и находчивых. А они молчат. Только на него глаза таращат. Тут он увидел, что все цветы на окне поедены. И занавесок нет. И все понял. Вынул он ремень из брюк. Да как хлестнет глупую корову. А корова, видно, балованная была. Она на дядю Федора с рогами. Он бежать. Но брюки у него без ремня были. Он в них и запутался. Вот-вот корова бодать начнет. Пес корову за хвост схватил. Не дает бодать дядю Федора. А тут кот идет. Что это вы с моей коровой делаете? Я ее не для того брал, чтобы вы ее за хвост тянули. Нашли развлечение. Но дядя Федор все коту объяснил. И занавесочки показал объединенные. А пес корову за хвост держит. Мало ли что. Ты свою корову на цепь посади, говорит дядя Федор. Кот упирается. Это же не собака, чтобы на цепи сидеть. Коровы, они просто так гуляют. Так это нормальные коровы, кричит Шарик. А твоя корова психическая. И хвост корове выпустила. Корова как побежит, да прямо на кота. Бедный кот еле увернулся. Влез он на крышу и говорит. Согласен, согласен. Пусть она на цепи сидит, раз такая она дурочка. Глава шестая. Галчонок, хватай-ка. Так и стал дядя Федор жить в деревне. И люди в деревне его полюбили. Потому что он не бездельничал. Все время делом занимался или играл. А потом у него забот поприбавилось. Узнали люди, что он зверей любит. И стали ему разных зверюшек приносить. Птенец ли от стаи отобьется. Зайчонок ли потеряется. Сейчас же его берут. И к дяде Федору. А он с ними возится, лечит их и на волю отпускает. Однажды у них Галчонок появился. Глаза как пуговицы, нос толстый, сердитый-присердитый. Дядя Федор его накормил и на шкаф посадил. И назвали Галчонка хватайкой. Он что не видит, все на шкаф тащит. Увидит спички – на шкаф. Увидит ложку – на шкаф. Даже будильник на шкаф перетащил. А взять у него ничего нельзя. Сразу хватай-ка крылья в стороны, шипит и клюется. У него на шкафу целый склад получился. Потом он немного подрос. Поправился и стал в окно вылетать. Но к вечеру обязательно возвращался. И не с пустыми руками. То ключ от шкафа вытащит, то зажигалку, то детскую форточку. Однажды даже соску принес. Наверное, какой-нибудь малыш спал в коляске на улице. А хватай-ка подлетел и соску вытащил. Очень дядя Федор боялся за Галчонка. Плохие люди могли его из ружья застрелить или палкой стукнуть. А кот решил Галчонка к делу приучать. Шо это мы его зря это кормим? Пусть пользу приносит. И стал он Галчонка учить разговаривать. Целыми днями сидел около него и говорил. Кто там? Кто там? Кто там? Шарик спрашивает. Что? Тебе делать нечего? Ты бы его лучше песни какой-нибудь выучил или стихотворению. Кот отвечает. Песни я и сам петь могу. Только от них пользы нет. А от твоего кто там? А какая польза? А, такая. Уйдем мы в лес за дровами и дома никого не останется. Любой человек может в дом зайти и унести что-нибудь. А так придет человек, начнет дверь стучать. Галчонок спросит. Кто там? Человек подумает, что дома кто-нибудь есть. И ничего воровать не станет. Ясно тебе. Но ты же сам говорил, что у нас красть нечего. Спорит Шарик. Ты же даже меня брать не хотел. Это раньше было нечего. Объясняет кот. А теперь мы клад нашли. Шарик с котом согласился и тоже стал учить Галчонка. Кто там? Поэтому целую неделю учили его и, наконец, Галчонок выучился. Только кто-нибудь в дверь постучит стоит или на крыльце затопает, хватайка сразу спрашивает. Кто там? Кто там? Это кто там? И вот, что из этого получилось. Однажды дядя Федор, кот и Шарик пошли в лес грибы собирать. И дома никого не было, кроме Галчонка. Тут почтальон Печкин. Приходит. Он в дверь постучал и слышит. Кто там? Это я, почтальон Печкин, принес журнал Мурзилка, отвечает он. Галчонок опять спрашивает. Кто там? Почтальон снова говорит. Это я, почтальон Печкин, принес журнал Мурзилка. Только дверь никто не открывает. Почтальон опять постучал и опять слышит. Кто там? Это кто там? Да никто. Это я, почтальон Печкин, принес журнал Мурзилка. И так у них целый день продолжалось. Тук-тук. Кто там? Это я, почтальон Печкин, принес журнал Мурзилка. Тук-тук. Кто там? Это я, почтальон Печкин, принес журнал Мурзилка. Под конец Печкину стало плохо. Совсем его замучили. Он на крылечко сел и сам встал спрашивать. Кто там? А галчонок в ответ. Это я, почтальон Печкин, принес журнал Мурзилка. Печкин опять спрашивает. Кто там? А галчонок опять отвечает. Это я, почтальон Печкин, принес журнал Мурзилка. Когда дядя Федор и Матроскин с шариком домой пришли, они очень удивились. Сидит почтальон на крыльце. И одно и то же говорит. Кто там? Да кто там? А из дома одно и то же слышится. Это я, почтальон Печкин, принес журнал Мурзилка. Это я, почтальон Печкин, принес журнал Мурзилка. Еле-еле они почтальона в себя привели и чаем отпоили. А когда он узнал, в чем дело, он не стал обижаться. Он только рукой махнул и две лишних конфеты в карман положил. Глава седьмая. Тррррр, митя. В журнал, который Печкин принес, была вложена открытка. А в открытке написано. Просим вас завтра быть дома. На ваше имя получен трактор. Начальник железнодорожной станции Несидоров. Внизу еще было напечатано красивыми буквами. В нашей стране железных дорог очень много. Это обрадовало всех. Особенно Шарика. И стали они трактора дожидаться. Наконец его привезли. На большой машине. И поставили около дома. Шофер попросил дядю Федора расписаться и дал ему конверт. В конверте было письмо и специальная книжечка, как с трактором обращаться. В письме было написано. «Уважаемый дядя Федор, мальчик, ты просил прислать трактор. Не совсем настоящий и не совсем игрушечный. И чтобы он веселый был, посылаем тебе такой. Самый веселый на заводе. Это опытная модель. Бензин ему не нужен. Работает он на продуктах. Отзывы о тракторе просим присылать к нам на завод. С большим уважением, инженер Тяпкин, изобретатель трактора». Потом дядя Федор взял книжечку и стал читать. «Завод изделий дорожных, трактор Митя, продуктовый, 20 лошадиных сил». Прочитал он и говорит, ничего не понятно. Что такое «трррр», что такое «лысы», что же тут непонятного, говорит кот. Просто все, как арбуз. «Тррррр» – это сокращенно трактор. А Митя – это, значит, модель инженера Тяпкина, который тебе письмо написал. «А что значит 20 лысы?» – спрашивает дядя Федор. «Лысы – это лошадиные силы». «Да». «Лысы» – значит, он перетянет 20 лошадей, если они будут тянуть в одну сторону, а он в другую. «Так сколько же ему сена надо?» – ахнул Шарик. «А сена ему не нужно. Тут же написано, что он работает на продуктах». Дядя Федор удивился даже. «И откуда ты, Матроскин, все это знаешь? Про фамилии, про тракторы и про лысы?» «А вы поживите с мое», – отвечает кот. «И не то узнаете. А где я только не жил. И у одних хозяев, и у других, и в библиотеке, и даже в сберегательной кассе. Я, может, столько в жизни видел, что на целую кошачью энциклопедию хватит. А вообще-то вы здесь бездельничаете, а у меня корова недоина, мурка моя. Он ушел». А мальчик с Шариком стали тр-р-р-р заводить. Стали в трактор суп вливать и котлеты запихивать прямо в бак. Трактор как заторохтит. Сели они в него и по деревне поехали. Ехал, ехал Митя по деревне. Потом у одного дома как остановится? «Что это вон?» – спрашивает дядя Федор. «Может, горючее кончилось?» «Ничего не кончилось. Просто он учуял, что пирогами пахнет». «Какими еще пирогами?» «Обыкновенными». «Вон в том доме пироги пекут». «И что же там нам делать теперь, а?» «Не знаю», – говорит Шарик. «Только так пахнет вкусно, что мне тоже ехать не хочется». «Ничего себе, я трактор купил», – говорит дядя Федор. «Так мы и будем около всех домов останавливаться, что ли?» «И у столовых. Это не трактор, а бегемот какой-то. Тр-тр-восемь дыр. Чтобы ему пусто было, инженеру Тяпкину». Так и пришлось им в дом заходить, пирогов просить. Матроскин, когда про это узнал, рассердился на дядю Федора. «Говорил я вам, ничего не покупать, а вы все не слушаете. Да нам этот тр-тр не прокормить теперь?» Но потом кот успокоился. «Ну ничего, дядя Федор, не унывай. Хорошо, что я у тебя есть. Мы и с твоим трактором справимся. Будем перед ним сосиску держать на удочке. Он за сосиской поедет и нас повезет». Так они и сделали. И скоро трактор исправляться начал. «А вообще-то он был веселый. Кабина пластмассовая, голубая, а колеса железные. И смазывать его надо было не машинным маслом, а подсолнечным. Но тут им корова-мурка забот прибавила. Голова восьмая, хмель цветет. Корова-мурка, которую кот купил, глупая была и балована. Но молока много давало. Так много, что с каждым днем все больше и больше. Все ведра с молоком стояли. Все банки. И даже в аквариуме молоко было. Рыбки в нем плавали. Однажды дядя Федор проснулся, смотрит. А в умывальнике не вода, а простокваша налита. Дядя Федор кота позвал и говорит. «Что это ты делаешь? Как же умываться теперь?» Кот хмуро так отвечает. «Умываться и в речке можно. Да, а зимой как?» «Тоже в речке. А зимой можно и совсем не умываться. Кругом снег лежит. Не запачкаешься. А вообще некоторые языком умываются. Некоторые и мышей едят», — говорит дядя Федор. «А чтобы простокваша в умывальнике не было», — кот подумал и сказал. «Ладно, я теленочка заведу. Пусть он простоквашу ест». А в обед опять новости. И тоже с муркой. Приходит она с пастбища почему-то на задних ногах, а во рту цветок. Идет она себе, подбоченилась и поет. «Помню, я еще молодушкой была. Наша армия в поход куда-то пошла. Только слов она говорить не умеет. И у нее получается му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му». И тучка у нее над головой, как шапочка. Шарик спрашивает. «Чего это она так обрадовалась? Может, у нее праздник какой или чего?» «Какой праздник?» — говорит дядя Федор. «Может, день рождения у нее или день кефира? А может, корове Новый год?» «При чем тут Новый год?» — говорит Матроскин. «Просто она белины объелась или хмеля. А корова как разбежится и в стенку головой трах!» Еле-еле ее в сарай загнать удалось. Пошел Матроскин ее доить. Через пять минут выходит. А с ним что-то странное сделалось. Матроска у него спереди как фартук надета. А подойник на голове как каска. И поет он что-то несуразное. «Я моряк, гуляю на просторе, день за день, с волны на волну». «Очевидно, он молока попробовал веселого, шарик», — говорит дяде Федору. «Сначала у нас корова помешалась, а теперь и кот с ума сошел. Надо бы скорую помощь вызвать. Подождем еще», — говорит дядя Федор. «Может, они это самое в себя придут?» «Какое там в себя?» «Дурка в коровнике, полонез, агинского мычать стало. Му-му-му-му-му-му-му». А кот вообще что-то странное затянул. Жили у бабуси два веселых гуся. Один серый, другой белый, Петя и Маруся. И тоже головой в стенку. Бух! Тут уж и дядя Федор заволновался. «На тебе, шарик, две копейки, беги, вызови скорую помощь. По автомату беги». Шарик убежал. А кот и корова в себя приходить начали. Петь и мычать перестали. Кот за голову схватился и говорит. «Ничего себе наша корова молока дает. Из него только сгущенку делать и врагам на войне подбрасывать, Чтоб они с ума посходили и из окопов повылазили». А тут к ним почтальон Печкин идет. Румяны такие радостные. Смотрите, какую я заметку в газете прочитал про одного мальчика. Глаза у него коричневые и волосы спереди торчком, Как будто корова его лизнула. И рост один метр двадцать. «Ну и что?» Говорит кот. «Мало ли таких мальчиков?» «Может и немало», Отвечает почтальон. «Только этот мальчик из дома ушел. А родители беспокоятся, что с ним. И даже премию обещали тому, кто его найдет. Может, велосипед дадут. А мне велосипед во как нужен. Почту развозить. Я даже метр принес. Буду вашего хозяина измерять». Шарик, как услышал, так за сердце схватился. «Вот измерит печкин дядя Федора. Вот отвезет домой. Что они с котом делать будут? Пропадут же». А кот не растерялся и говорит. «Измерить это всегда можно. А вы сначала молочка попейте. Я только что корову подоил. Мурку мою». Почтальон соглашается. «Молочка я с удовольствием выпью. Молоко, оно очень полезное. Об этом даже в газетах пишут. «Дайте мне самую большую кружку». Кот в дом побежал и скорее принес ему кружку самую огромную. Налил в нее молока и печкин дает. Печкин как выпьет, как вытаращит глаза, как запоет. «Когда я на почте и сложил им щеком, был молот, имел я селенку и тоже головой в стенку». Бух, стук. А голочонок из дома спрашивает. «Кто там?» «Это кто там?» Почтальон отвечает. «Это я, Почтальон Печкин, принес для вас метр. Буду ваше молоко измерять. Давайте мне самую большую кружку». А тут скорая помощь приехала. Выходят два санитара и спрашивают. «Это кто у вас тут с ума сошел?» Печкин отвечает. «Это дом с ума сошел?» На меня бросается. Взяли его санитары под руки и к машине повели. И говорят. «Сейчас хмель светет. Очень многие с ума сходят. Особенно коровы». Когда они уехали, дядя Федор спрашивает кота. «Ты это молоко вылий, чтобы беды опять не было?» А коту жалко выливать. Он и решил молоко трактору отдать. Митя. С машиной, мол, ничего не случится. Тракторы с ума не сходят. И все молоко в бак вылил. Прямо из ведра. Митя стоял-стоял. Потом как за тарахтит. И на кота. Кот ведро бросил и скорее на дерево. А Митя стал ведром в футбол играть. Играл-играл, пока в лепешку не превратил. Ай да модель инженера Тяпкина. А потом пошел по деревне хулиганит. Сорняки окучивать и за курями гоняться. И песни гудеть всякие. Под конец он даже купаться полез. Чуть-чуть не заглох. Вылез он кое-как на берег. Стыдно ему стало. Подъехал он к дому. На место встал. Ни на кого не глядит. Сам себя ругает. Дядя Федор очень рассердился на Матроскина. И в угол его поставил. В следующий раз делай, что тебе говорят. Шарик все над котом смеялся. Но дядя Федор Шарику сказал. Ладно, ладно. Нечего нам над человеком смеяться. Когда он в углу стоит. Конечно, Матроскин был кот, а не человек. Но для дяди Федора он был все равно как человек. А с этой коровой еще были приключения. И немало. Глава девятая. Ваш сын дядя Фарик. На другой день дядя Федор решил письмо домой написать. Чтобы папа и мама за него не беспокоились. Потому что он их очень любил. А они не знали, где он и что с ним. И, конечно, переживали. Сидит дядя Федор и пишет. Мои папа и мама. Я живу хорошо. Просто замечательно. У меня есть свой дом. Он теплый. В нем одна комната и кухня. А недавно мы клад нашли. И корову купили. И трактор. Митю. Трактор хороший. Только он бензин не любит. А любит суп. Мама и папа. Я без вас очень скучаю. Особенно по вечерам. Но я вам не скажу, где я живу. А то вы меня заберете, а матроскины шарик пропадут. Но тут дядя Федор увидел, что деревенские ребята змея в поле запускают. И дядя Федор к ним побежал. А коту велел письмо дописать за него. Кот взял карандаш и начал писать. А еще у нас печка есть теплая. Я так люблю на ней отдыхать. Здоровье-то у меня не очень. То лапы ломит. То хвост отваливается. Потому что, дорогие мои папа и мама, жизнь у меня была сложная. Полное решений и выгоняний. Но сейчас все по-другому. И колбаса у меня есть, и молоко парное стоит в мисочке на полу. Пей не хочу. Мне мышей даже видеть не хочется. Я их просто так ловлю. Для развлечения. Или на удочку, или пылесосом из норок вытаскиваю. И в поле уношу. А днем я люблю на крышу вскарабкаться. И там глаза вытаращу. Усы расправлю. И загораю, как ненормальный. На солнышке облизываюсь и сохну. Тут кот услышал, что мыши в подполье заскреблись. Крикнул он шарику. И в подпол побежал с пылесосом. Шарик, карандаш в зубы, взял и стал дальше корякать. А на днях я линять начал. Стала старая шерсть с меня сыплется. Хоть в дом не заходи. Зато новая растет. Чистая, шелковистая. Просто каракуль. Да еще охрип я немножечко. Прохожих много. На всех лаять приходится. Час полаешь. Два полаешь. А потом у меня не лай, а свист какой-то получается. И бульканье. Дорогие папа и мама. Вы меня теперь просто не узнаете. Хвост у меня крючком. Уши торчком. Нос холодный. И лохматость повысилась. Мне теперь можно зимой даже на снегу спать. Я теперь сам в магазин хожу. И все продавцы меня знают. Кости мне бесплатно дают. Так что вы за меня не переживайте. Я такой здоровый стал. Прямо ух. Если я на выставку попаду, мне все медали обеспечены. За красоту и сообразительность. До свидания, ваш сын, дядя Шарик. Потом он слово Шарик хотел исправить на Федора. И получилось вообще что-то непонятное. До свидания, ваш сын, дядя Фарик. Они с Матроскиным письмо запечатали, адрес написали. И Шарик его в зубах почтовый ящик отнес. Но письмо из ящика еще не скоро по адресу поехало. Потому что почтарен Печкин в изоляторе был. Сначала он не хотел там оставаться. Он говорил, что он не с ума сошел, а дом дяди Федора, который бодаться начал. А потом ему в изоляторе понравилось. Письма разносить не надо было. И кормили хорошо. И еще он там с одним бухгалтером познакомился. Этого бухгалтера дети до больницы довели. И он все время Печкина воспитывал. Он говорил, Печкин, не прыгай на кровати. Печкин, не высовывайся в окно. Печкин, не бросайся котлетами в товарищей. Хотя Печкин ниоткуда не высовывался никуда. Нигде не прыгал и никакими котлетами в товарищей не бросался. Но на дядю Федора Печкин обиделся. Он говорил так. Некоторые люди собак дома держат и кошек. А у меня даже велосипеда нет. Но это потом было. А пока еще он в изоляторе. Был и письмо в почтовом ящике. Лежало. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...